Всем привет, друзья! С вами Маркович, и сегодня у нас с вами, как и было обещано, еще одна серия по Medieval Dynasty. Наконец-то доформил необходимые технологии, и теперь у нас с вами есть возможность строить также коровник и ясли, как здесь написано, но это овчарня, чем мы с вами сегодня и будем заниматься. Но перед этим мы проведем небольшую экскурсию по деревушке, потому что с последнего раза деревушка немножко преобразилась. Здесь у нас появились разные заборы, здесь буквально огорожена теперь вся территория нашей деревушки, да, привет, конечно, как же без тебя, серия, да, может пройти, крякалка-то наша. Добавлены были в игру осветительные элементы, в частности, вот такие вот факелы, которые растаяли по всей деревне, в принципе, и ночью тоже очень красиво все выглядит. Как я говорил, забор у нас идет буквально по всему периметру, теперь у нас здесь все это отгорожено, вся деревушка, тут поля. Вот здесь место как раз-таки для коровника остаяло, возможно, появится еще один домик у нас с вами, посмотрим. Здесь у нас с вами поля, на которых люди работают и потихонечку засеивают, когда сезон чего-либо приходит, либо собирают урожай, естественно. Но здесь по-прежнему у нас, ребята, собирают дерево, здесь у нас, как видите, тоже, собственно, с подсветочкой, с заборчиком. Все вот так идет, кое-где сделаны проходики, чтобы можно было и нам удобно проходить, и работничкам нашим везде шагать. Ну и сейчас мы с вами там дальше пробежимся, там тоже кое-что сделал я. Ну и добавили не так много, правда, и, возможно, не так удобно их располагать, но, тем не менее, элементы декора. Вот такие вот корзиночки появились, колеса такие появились. В чем заключается неудобство? В том, что их нельзя взять в руки и положить, как тебе нужно. Их просто можно именно выкинуть из инвентаря, и вот как уже упадет, так уже и упадет. Но, тем не менее, уже стало более уютно в деревне в целом, так что, в принципе, довольно неплохо. Тот самый мостик, который ведет у нас в Гастовию, здесь я тоже поставил факел, немножко отградил заборчиком. И давайте войдем теперь в нашу деревню, собственно, вот у нас туда. Это к полям к нашим, да, и нашим лесорубам. Здесь у нас тоже факел стоит, естественно. Здесь такой заборчик специально не стал достраивать его, просто оставил какой-то есть, собственно, чтобы полки такие торчали. Вот, и здесь начинаются тоже уже участки, прям буквально такие отгороженные и так далее. Кое-где поставил катки дополнительные, естественно, дома апгрейднул, дома замазал штукатуркой. Вот, кое-где поставил скамейки, теперь есть возможность ставить и скамеечки тоже, и люди действительно на них сидят по вечерам, или просто когда отдыхают днем, бывают сюда, приходят и садятся. Наша площадь, да, тоже везде факелы растаяла, естественно, чтобы было красиво, ночь смотрелась. И вот, собственно, вам и пример. Еще поставил скамеечки, здесь костерочек, давайте его зажжем, кстати говоря. Вот, ночь тоже все это красиво выглядит, естественно, мы с вами посмотрим обязательно на это. И люди здесь собираются по ночам, сидят, разговаривают, обсуждают прошедший день, видимо. Тоже около костерка, очень интересно смотрится. Теперь у нас тоже, как и в любой другой деревне, есть такое, знаете, лобное место, назовем это так. Собственно, наш, наша поляна, да, наша площадь перед таверницей, соответственно, нашей. Тут наши улочки тоже все отгородил, везде факелы поставил дополнительные, все красиво. Ну, не переборно, знаете, без переборов делал, но кое-где тоже сместил дополнительные колеса. Корзиночки раскидал, здесь у нас такой вот вообще около кузницы получается небольшой склад досок, как видите, тоже довольно интересно смотрится. В принципе, корзиночки, катка опять же стоит. Кое-где немножко заборчиков добавлено у нас с вами еще здесь. Ну, наши участки тоже отгорожены, как следует, естественно, в целом. И посмотрите, посмотрите, кто это здесь у нас. Это Остробот, это, между прочим, наш наследник уже подрос, уже бегает, выбегает во двор. Это его любимое место, кстати говоря, здесь около скамейки. Он очень любит здесь посидеть и, конечно же, ничего не делать. Ну, что ему еще делать? Он малой. Пару корзинок, тоже колес накидал, но, в принципе, вот такая вот деревушка у нас с вами здесь получается очень даже неплохая. Очень интересно и прикольно смотрится. Ну, и, как я говорил, здесь уже с вами отдельные места заготовлены, да, для коровничка. Вот тоже все отгорожено. А, ну и, конечно же, да, здесь у нас уже навозная куча с вами имеется тоже специальная для антуража, так скажем. Все это у нас с вами здесь есть. И вот как раз коровник будет располагаться, ну, в этой области. Посмотрим, куда он там встанет, сюда или сюда, может быть. Ну, и тоже поля у нас с вами отгорожены, чтобы там коровы и остальные как бы... Они, конечно, здесь проходят, все равно, понятное дело, что совсем уж не загораживает, чтобы люди тоже могли здесь проходить. Но, так или иначе, заборчики имеются и все это у нас, так знаете, уже более-менее участками такими вот получается здесь. Помимо всего прочего, добавили возможность крафтить себе сумки и рюкзаки, которые увеличивают вместимость. У нас изначально было 40 килограмм, сейчас 61 килограмм вмещается. Можно сумки делать лучше, естественно, и там будет чуть больше у вас вместимость. Ну, у меня, в принципе, вот такие сейчас, по-моему, средние сделаны и уже гораздо легче, уже гораздо лучше я себя ощущаю. Ну, и, конечно же, за все это время немножко поторговал там, налоги платил и так далее. Вот, в принципе, у нас с вами сейчас 22 тысячи есть, так что сможем купить себе там коровок и овечи, которые нам нужны будут в дальнейшем. Ну, что ж, а теперь мы с вами приступаем к строительству. Давайте посмотрим, что нам нужно взять для того, чтобы построить коровник, да. Нам с вами нужно 10 поленев и, чтобы сделать, если она же овчарная, да, так же 10 бревен нам с вами пригодятся. А коровник-то довольно большой, на самом деле. Вот такое вот огромное здание получается у нас с вами. Ну, что ж, тем не менее, тем не менее, мы с вами здесь отгородили местечко. Я думаю, что здесь нам и нужно его как-то расположить. Сейчас посмотрим, как он поставится. Так, собственно, и сделаем. Ну, здесь он не особо хочет. Может, здесь поставится. Но как-то это немножко поближе бы сюда сделать его, да. И, в общем-то, к ограде было бы тоже поближе. Было бы прикольно. Возможно, как-то вот так, кстати, поставим его. Ну, да, в принципе, почему бы и нет. Хорошее место для коровника. Я вот не знаю, поместится ли здесь домик еще. Было бы, конечно, прикольно. Тоже небольшой, маленький, естественно, поставили бы еще один. У нас уже, в принципе, есть работники, которые могут работать здесь. В этом коровнике в дальнейшем я там позаботился об этом. Пригласил к себе еще людей. Ну, в принципе, можно было бы здесь и построить. Как раз заборчиком тоже сюда огорожено. Тут тоже все поделено. Ну, в общем, да, вот здесь, наверное, мы тогда его и оставим. Ну, и вот такое вот небольшое. Но, тем не менее, пастбище имеется для коровок, где они смогут пастить спокойно себе. Так, ну что ж. А по поводу, кстати говоря, да, пока еще не забыл. Тоже по поводу еще детей в нашей деревне, кстати говоря. У нас не только у нас пополнение, точнее, но есть еще семьи, которые обзавелись потомством. Я не помню. По-моему, вроде бы здесь было. Да? Вот, пожалуй, смотрите, видите, еще детеныши у нас здесь появляются. Мы даже можем посмотреть, в принципе, по списку. Во-первых, все счастливы, просто прекрасны. Ну, почти все, ладно. Вот наша сработа, ему три года, кстати говоря. И еще здесь два ребенка даже. Людамира и Мильдреда. Смотрите-ка, две девочки еще родились в нашем поселении. Так что, да, вот у нас популяция потихонечку растет в нашей деревне. Это просто замечательно. Ну да, к сожалению, домик здесь не особо вписывается. Места немножко не хватает. То, что тут у нас поля тоже впритык уже идут. Не хотелось бы дальше ближе к ним делать изгородить. Как раз, что там люди тоже могли ходить спокойно. Ну и ладно, в общем, мы пойдемся без домика. В принципе, дома и так рядом везде есть, которые нужны нам пока больше-то и не надо. В общем-то, пускай будет чистый коровник здесь тогда. Вот, и нам с вами нужно построить что? Правильно, овчарню еще. Дополнительно, да, точнее, дополнительно первую. Которую у нас с вами пока что нет. Она не такая большая. И, скорее всего, мы построим ее вот здесь, как и планировали. Давайте попробуем тут куда-нибудь премастить ее. У нас, в принципе, место тут есть. Но она даже тут, по-моему, отлично вписывается, кстати говоря. Как раз тоже участок для них есть небольшой. Вместе со свиньюх у меня здесь будут тусоваться овечки. Ну, в принципе, да, мне кажется, как раз очень уголочек этот подходит. Немножко в эту сторону подразвернул, чтобы смотрел, как будет сюда ближе к выходу. Ну и хорошо. Как раз. Как раз замечательное место здесь, думаю, хватит вообще всем. Да, места много. Тем более свинюшки очень любят тусоваться вообще по всей деревне, как и другие, в общем-то, животные, которые вечно разбредаются. Но так или иначе. Ну что ж, а мы с вами потихонечку приступаем к постройке этих двух. Сейчас с оружием с вами. Там коровник вон стоит. И здесь у нас, собственно, овчарня будет. Давайте посмотрим, что там нужно для строечки, для постройки. Здесь у нас с вами полено. Полене нужны и палки. Ну, естественно, солома на крыше, само собой. Там, я думаю, то же самое. Примерно так, только что я хочу очень есть и попить бы надо. Давайте. Благо, пить здесь можно прямо вот так вот. И, в общем-то, еды у нас с вами сейчас тоже дофига и больше. Надо только в склад сбегать. Да, взять себе немножечко. Уже вечеряется, кстати говоря. Сейчас мы с вами заодно и посмотрим на красоту, которая теперь здесь по вечерам у нас происходит. Все эти вот факелы, которые зажигаются и так далее. Ну и следующий сезон у нас получается зима. Так что зимой, я думаю, будем все это дело достраивать уже. Так, давайте немножко поедим сейчас. У нас тут, да, еды дофига и больше, естественно. Наши ребятки все собирают. У нас тут яиц, смотрите, как хреново туча. Просто невероятное какое-то количество. И ягод, миллиард и всего остального тоже. Так, ну да, без разницы, что возьму? Возьму, что похуже? Капуста скоро испортится. Ну давайте капусту и возьмем, в принципе, доедим. Нам-то разницы особо нет, что есть, в общем-то. Главное, чтобы что-нибудь, чем-нибудь желудок забить, так сказать. Во, отлично. Все, еще даже осталось немножко. Ну что ж, давайте застроим материалами на наш склад. И потихонечку будем начинать строить. Ну, если, видимо, будут ломаться, тоже будьте знаете. Потому что все это плетеное такое получается у нас с вами здесь. Ну да ладно. Как, в общем-то, и свинарник на самом деле. Точно так же, только будет для овечек. Ну, а мы потом с вами отправимся. Я думаю, купим пару коровок, пару овечек. Как раз-таки нам с вами хватит. Куда уж больше. Главное, чтобы они здесь тоже бегали. И мы их видели, само собой. Так, ну а пока продолжаем строить. Естественно, что-нибудь еще остается делать данные ситуации. Ну, а там уже, я думаю, наверное, зимой. Тогда пойдем да закупимся. Последние слои соломы буквально укладываются у нас на крышу. И сейчас овчарня будет готова. Все. Ясли наши завершены. Отлично. Осталось только сюда уже заселить овечек, которые будут здесь жить. Этим мы с вами займемся чуть позже. Ну что ж. Давайте теперь посмотрим, что у нас там с коровничком. На крышу нужна, наверное, тоже, я думаю, солома. По идее, нужна, наверное, да? Сейчас проверим это как раз. Так, можно мне пройти? Эть. Давайте посмотрим. Или все-таки доски нужны? Солома тоже нужна. Отлично. Давайте вколотим, пока у нас есть. Потом наберем поленьев, наберем, собственно, все остальное. Остарые материалы необходимых. И будем здесь тоже уже все это дело заколачивать. Ну что ж. Последняя палочка у нас вставляется в наш коровник. Опа. Все готово. Ну и мы сюда тоже можем закупать уже коровушек, которые будут жить у нас. Ну что ж. На улице, как видите, уже темно. Но, возможно, вы слышите и даже видите свет от тех самых факелов, которые на улице у нас расставлены по периметру. И не только. Сейчас мы как раз пойдем с вами и посмотрим на эту всю красоту, которая теперь у нас по вечерам здесь бывает. Ну, издалека, понятное дело, что они не особо-то видны. Но вот видно, что там горит какой-то огонечек. И видно, да? Собственно, факел. Там факел. Там факел стоит. Здесь у нас тоже, как видите, факел. И довольно неплохо освещают они, в принципе, территорию неплохую. Так, нет-нет-нет. Только не застревай. Только не застревай, чувак. Все нормально, выбрались. Ну и, в принципе, вот так вот по всему периметру, смотрите, видно, что есть огоньки. Как бы они освещают. Около дороги там тоже очень довольно интересно и красиво смотрится все это дело. Давайте посмотрим это сейчас ночью. Потому что мы здесь только днем с вами бегали. Вот. Теперь у нас есть возможность посмотреть, как-то вечером выглядит вот так вот. Ну, в принципе, слишком часто их не стал ставить. Зачем, да? Ну, как бы вот так вот. Огоньки. Там даже в делике видно, смотрите, видите, костер. Деревня наша баладез. Сейчас пойдем туда, посмотрим, как наши ребятки там отдыхают. Счетчего дня и так далее. Ну, и здесь, собственно, тоже везде вот огоньки имеются. Давайте нашу основную главную улицу, скажем так, выйдем, да? Она тоже у нас вся подсвечена факелами теперь. Можно по ним прям буквально ориентироваться и бежать. Собственно, и на пути встречать факелы, которые немножечко освещают твой путь. Ну, и здесь у нас тоже немножко факелов стоит около кузницы факел. Там факел стоит, освещает. И вот здесь наша, скажем так, улица, где все по вечерам отдыхают. Здесь тоже все подсвечено. Ну, естественно, наш трактиль, наш таверна, да? Тут люди тоже сидят отдыхают. Ну, и теперь много людей собирается именно вот здесь, возле костра по вечерам. Вот так вот это выглядит. Прямо такое, знаете, лобное действительно местечко все сидят. Обсуждают прошедший день, как они там пахали, колотили, молотили и так далее. За костром очень даже уютно, мне кажется. Ну, что ж, вот такая вот у нас с вами прекрасная деревня. Ну, а теперь нам с вами остается подождать смены сезона, да, как раз, который сейчас и будет. В общем-то, у нас настанет зима, и мы пойдем с вами немножко поторгуем, купим коров и овец, как я уже и говорил, чтобы они у нас там тоже бегали. И назначим тогда работников, естественно. Кстати, давайте посмотрим. У нас, по идее, сейчас должны быть свободные люди, хотя вот у нас сейчас мать одна имеется, да, потому что... Она не... А, даже две матери, получается, нигде работать-то не смогут. Так, по миру у нас с вами остается свободный пока что, да, которому можно, в принципе, назначить куда-нибудь работать. В коровник или в овчарном, в принципе. Ну, посмотрим. Ну, что ж, друзья, вот сезон и сменился, настала зима, и нам с вами нужно идти торговать. Коров мы с вами можем купить в Гастове, и они там точно продавались. А вот овечки, насколько я помню, продаются, по-моему, в баранице. Вроде бы там тоже можно было купить. Ну, в общем-то, сначала в Гастове, а потом можно будет как раз пойти и отправиться туда. Денег, надеюсь, нам с вами хватит. Мы, в принципе, можем с собой взять какие-то инструменты. Так, опять-таки, прыгающие, бегающие, резовые свинюхи наши. Какие-то инструменты можем с вами взять. У нас, в принципе, тут кое-что есть на продажу. Стрел немножко осталось. Да, стрелы теперь крафтятся также, кстати говоря, с перьями, поэтому так быстро уже не крафтятся. Но, тем не менее, можно кучку сделать. И по-прежнему у нас с вами дофига других инструментов, которые, в принципе, мы с вами могли бы продать хотя бы какую-то часть, да? Так, ну, давайте, у нас вместимость нормальная. Давайте возьму вот так вот чуть поменьше сейчас, чтобы без перевеса тоже было. Ну, что ж, и мы с вами отправляемся в путь торговать и покупать себе животных, естественно. Кстати говоря, в нашем поселении есть еще одно свободное место жилое. Правда, вот там вот на глиняном карьере находится оно. Но, в целом, мы можем пригласить к себе какого-нибудь мужичка, например, которого как раз-таки потом изобрежем где-нибудь работать. В принципе, тут не так уж и далеко, на самом деле, выходить будет так, что можно. Но сейчас доберемся до Гастови и посмотрим, кто там сегодня тусуется. Возможно, какие-то ребята, с которыми мы уже ранее говорили, и поэтому они просто согласятся к нам прийти, было бы хорошо, кстати говоря. Но основная наша вся задача, естественно, это купить коровушек себе здесь. Ну, что же, мы в нашей любимой Гастови. Тут как раз-таки, слушайте, Собимир, иди-ка сюда. Как же, блин, у тебя здесь громко просто ушло. Ничего себе, малый тут подрос, что ли, так? Давай-ка мы с тобой поторгуем, у тебя же деньги есть. Правильно, правильно, деньги тебе есть. Ой, я что, Полиня с чем-то взял с собой? Ну, ладно. Лежат-лежат. Так, ну, начнем со... Не, начнем с кос на самом деле, потому что не больше весит. Все, забирай все. Вот, и стрелы, конечно, забирай. 53 штуки еще. Денег стало побольше. Чуть-чуть-чуть. Да-да-да, сейчас... Жесть какая. Сейчас я буду вас покупать. Так, ну что, маленького тоже купим за 4500. Давайте, наверное, большую одну купим. И одну маленькую коровку. Прям так, смотрите, прям смотрит в душу. Ну все, давай, да-да-да, иди к нам, коровник. Состояние 95. Я только построил, уже не успеет в состоянии жить. В любом случае, иди к нам, давай, да-да-да-да. Все, минус 5000 плюс корова. Так, и мелкого давай тоже купим. Коровник, иди. Ага, все, купили. Я думаю, нам этого хватит пока что. Так, ну что же, теперь давайте на любимое место всех. Пойдем, которые тусуются вот там, которые желают присоединиться, возможно, желают присоединиться к нашему поселению. И заодно поищем еще торгаши. Вот с Адалиной можно поторговать. О, народ там дофига, кстати говоря. Сейчас будем смотреть. Кто там есть? Так, Адалина, здрасте. Давай-ка мы тебе продадим кое-что. Мы тут принесли с собой на продажу вещи всякие. Во. Нам как раз сейчас нужны будут деньги. Ну, овцы, понятное дело, подешевле, чем коровки стоят. Так что нам хватит. Там штучки, может быть, три закупаем, я думаю. Так, а вот здесь мы кого-то пригласим. Кто у нас здесь тусуется? Замир новенький какой-то, кстати говоря. Фредерик. Угу. Так, ну дамочек у нас много, довольно-таки. 57. Так, ну ладно, с ним еще придется разговаривать, возможно, потом. Так, а ты у нас кто такой? Ну, Замир, давай попробуем с тобой поговорить. О, 72, кстати, Замир. А вот давай тебя и возьмем тогда. Все, отлично. Присоединяйся к нам. Угу. Все. Так, запихивать у вас дома. Вот сюда. Давай, иди. Замирчик. Во, все, да, назначено. Ну, теперь хотя бы он не будет бездомным, и все будет у него хорошо. Работа есть, дом есть. Что ему для счастья нужно, да я думаю, что ничего. Хватит с него и этого. Все, отлично, мы с вами здесь справились. И давайте, знаете, как это даже сразу сейчас сделаем. У нас есть еще один безработный товарищ, да? Памир. Вот. И его мы тоже сейчас отправим на работу. Сразу тогда давайте в Ясли в наше. Так, Ясли. Работничек. Нас интересует Памир. Давай. Во, все, видите, сразу настроение хорошее. У него теперь поднимается, потому что у него есть и работа, и дом. Прекрасно. Памир. Скотник. Да, все, иди работай туда. Отлично. И мы отправляемся теперь уже в бараницу. Будем покупать овечек себе. Ну что ж, мы с вами добрались до места. Вот овечки, кстати говоря, которых мы с вами себе закупим. Так. Овца 3000 стоит. Вот и барашек есть, да? Судя по всему, баран 3500 стоит. Ну давайте вот прямо семейство, знаете, купим. Купим барашка. Что-то у него как будто бы... Блин, а что у тебя с лицом? Подожди, баран, можешь посмотреть, пожалуйста? Как будто бы маска какая-то смотрится. Так, ладно, давайте покупаем барана в Ясли иди. Пошел в Ясли. Так, барашек есть. Теперь овечку давайте. Овечку также закупаем. Все, и мелкого тоже им купим, пускай будет. Ягненка. Так, 2500, отлично. Все, сколько-то у нас там денег-то осталось, хоть сколько-нибудь. Да, еще 6000 есть, отлично, замечательно. Ну что ж, у нас с вами все закуплено. Можем, в принципе, отправиться в Свояси. Ну и давайте сразу глянем, что у нас там производится, собственно, в коровнике. Молоко. О, у нас вот уже, правда, мало совсем, но потихонечку получается. А здесь у нас с вами получается, что здесь у нас с вами шерсть идет, да? Шерсть вот имеется, отлично. Ну что ж, друзья, вот такая вот прекрасная деревня, на мой взгляд, у нас с вами получилась, которая живет, собственно, своей жизнью, которой производятся разнообразные товары, в которой образуются семьи, появляется потомство, платим налоги исправно, все хорошо, жизнь идет своим чередом, как говорится, есть разнообразные хозяйства, да, я имею в виду это разнообразные животные, есть и поля, где мы с вами разное всякое выращиваем, и, собственно, все замечательно, все живут в крепких, хороших домах, все счастливы, все довольны и так далее. Вот уже, кстати говоря, и коровы наши ходят, смотри, нифига. Ну, зараза какая, я специально отгородил, говорю, помните, такой, вот, чтобы никто не ходил сюда, чтобы коровы не топтали наши урожаи, да? И корова что делает? Правильно, идет такая довольно себе просто по нашим полям, но, благо, сейчас здесь толком ничего не растет, но, тем не менее. Хочет, видимо, выйти за пределы и пойти куда-нибудь туда, наверное, на те луга пастись, скорее всего. Там, скорее всего, кажется, и трава зеленее, естественно. Ну что ж, давайте еще на наших овечек также посмотрим, потому что они находятся немножко в другом месте. А где еще корова, кстати говоря, маленькая коровка здесь где-нибудь? О, привет, теленок, смотрите-ка, действительно стоит здесь в столе, никуда не рыпается особо. Пока, видимо, мамка пошла там немножко травы пожевать. Так, а вот и овчарня, издалека виднеется тоже. Снегом припорошена маленечко она. Ну, а с работ тусуется вообще, как всегда, на жопе сидит на снегу, нормально тебе там? Ну, наверное, нормально. Так, а вот и овчарня, тут и курочки тусуются тоже. Вот и овчарня, и, знаете, овечки, видимо, пока еще не особо привыкли к местности, сидят здесь у себя с ягненком и особо не хотят отсюда выходить. Но, тем не менее, тем не менее. Что ж, люди тоже везде работают, все заняты своим, каждый своим делом занят, да? Все прекрасно в нашей деревне. Ну, что ж, я думаю, мы с вами на этом будем заканчивать. Мне игра понравилась. Я уже давненько ждал чего-то подобного, чтобы было, знаете, и управление, и стройка, и фермерство, и все вот это. Вот, и сеттинг мне сам по себе нравится такой, в принципе. И вот дождался еще и приятный довольно-таки 3D график, что не может не радовать. Надеюсь, что проект будет дальше развиваться и выяснится все интереснее и интереснее. Надеюсь, друзья, вам также понравилось, было весело и здорово, и классно, замечательно. На этом мы с вами будем заканчивать. Огромное всем спасибо, кто смотрел от начала и до конца. Спасибо за ваши комментарии. Ну, и впереди, конечно же, нас с вами ждет еще много всего интересного. Поэтому оставайтесь с нами, нажимайте на колокольчики. Ну, а мы с вами, как всегда, увидимся. Всем до скорого и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok